Здравствуйте, меня зовут Лепешкина Екатерина. В данной работе мы предлагаем метод защиты телеметрии в памяти процессора с одиночным сбоем. Актуально это по следующим причинам. Во-первых, данные телеметрии служат для нас как один из инструментов управления космическим аппаратом. То есть при подаче на него команд необходимо правильно интерпретировать полученные данные с датчиков. То есть факт повреждения данных телеметрии негативно скажется как на эффективности обработки принятых данных, так и на дальнейшем взаимодействии с космическим аппаратом. Во-вторых, данные телеметрии в процессе их хранения в памяти процессора не защищены. Память крайне уязвима к событиям СИУ, то есть одиночные события, в результате которых происходит инвертирование битов. Отсюда следует необходимая защита данных в памяти о сбоях до того момента, как они отправятся в процессор телеметрии. В-третьих, в связи с редкими сеансами связи с космическим аппаратом, данные могут находиться в памяти бортового компьютера достаточно долго. Штатных средств обеспечения сбою устойчивости может быть недостаточно. Отсюда можно сделать вывод о необходимости дополнительной защиты телеметрии на борту космического аппарата. Для начала рассмотрим исходные данные. Преоплодающим способом проектирования бортовых компьютеров является система на кристалле. На данном слайде блок телеметрии представлен в виде блока с названием процессор CCSDS, так как система телеметрии работает в соответствии с данными рекомендациями. Мы не рассматриваем систему с радиационным упрочнением с помощью методов системы и схемотехнического проектирования, так как в большинстве низкоорбитальных миссий данные методы не используются в полной мере. Примером тому ядра ARM. Система телеметрии, как известно, должна собирать данные из нескольких источников, объединять источники данных группы, создавать для них отдельные виртуальные каналы передачи данных. Виртуальные каналы, в свою очередь, мультиплексируются в мастер-канал, а затем фреймы передачи передаются в физический канал для их отправки на наземную станцию. Вот так выглядит блок схемы передающей стороны системы телеметрии в соответствии со стандартом CCSDS с одним мастер-каналом. Источниками данных могут быть данные от программных и аппаратных источников. Здесь телеметрия может быть реального времени, воспроизведения, телеметрия с высоким приоритетом, например, при сбоях аппаратуры, а также телеметрия от полезной нагрузки. Для низколистящих космических аппаратов время радиовидимости составляет от 7 до 15 минут. В зависимости от параметров орбиты, радиоконтактов космического аппарата с наземной станции будет 2-3 сутки. Поэтому понятно, что основной объем передаваемых данных – это телеметрия воспроизведения. С учетом этого момента и того, что до следующего радиоконтакта с наземной станцией источник данных может произвести несколько генераций данных, привязанных ко времени, формируется структура хранения, которую определяют как таблицу базы данных временных рядов. И она может иметь вид, представленный на слайде. Таким образом, нам необходимо или сократить время хранения данных от источников телеметрии в памяти до того момента, как она будет отправлена в процессор телеметрии, что малоосуществимо, или защитить ее от возможных сбоев. Наша идея состоит в том, чтобы создать так называемые защищенные контейнеры для телеметрической информации. А именно, до записи данных в основную память процессора она разбивается на блоки определенной длины. И каждый такой блок покрывается эффективным, исправляющим по крайней мере две ошибки, быстрым и малоизбыточным корректирующим кодом. На слайде представлен вид контейнера. Его общий размер будет составлять 18 байт. Здесь 16 байт – это информационное поле, и 2 байта – контрольное. Вместе с тем, обеспечение защищенного хранения данных источников в памяти необходимо объединить с организацией способа хранения данных. По своей сути, данные источников связаны со временем их получения, а с учетом применения защищенных контейнеров будет иметь следующий вид. А таблица базы данных временных рядов будет иметь вид вот такой. Подобные таблицы должны создаваться для каждого источника данных. Отметим, что количество защищенных контейнеров для каждой записи в общем случае может быть произвольным. Далее рассмотрим способ реализации предложенного решения. Критериями являются простота, скорость и необременительность для работы основного процессора. В связи с исходным условием о том, что рассматривается система на кристалле, предлагается реализация предложенного решения в виде отдельного аппаратного IP-блока, формирующего защищенные контейнеры без помощи основного процессора. Данный IP-блок через внутрикостальную шину СНК может получать данные от источников телеметрии прямо от аппаратуры или через процессор, формировать шифрованные контейнеры, которые забирают процессор для их временного хранения в основной памяти, до момента передачи в систему телеметрии. Такое решение разгружает процессор от рутинных операций по формированию защищенных контейнеров, а также уменьшает время нахождения данных телеметрии в основной памяти в незащищенном виде. При этом IP-блок будет работать быстро, а также может быть реализован в соответствии с технологией радиационного упрощения, что уменьшит вероятность сбоя в процессе его работы. В этом случае схема СНК преобразуется к виду, представленному на рисунке. Далее переходим к защите контейнера, который мы покрыли эффективным, исправляющим по крайней мере две ошибки, корректирующим кодом. Назовем этот вариант дополнительным EDAC-ADD. Если сбой, в том числе, что очень вероятно многократный, произойдет в основной памяти, то при чтении контейнера для его передачи в систему телеметрии могут быть три варианта. Первый. При чтении контейнера байт за байтом основной EDAC-B, то есть базовый код, парирует сбой, вызвавший одиночную ошибку, и контейнер остается целым. Контейнер дополнительно проверяется нашим дополнительным кодом, и посылается на землю. Там же выполняется декодирование. Наземный центр убеждается, что блок данных от источника пришел неповрежденным. Второй вариант. Наш базовый код не парирует сбой, допустим, потому что произошла двойная ошибка в слове памяти, и контейнер оказывается поврежденным. Процессор вызывает EDAC-ADD, то есть наш дополнительный код, который обнаруживает и исправляет ошибки. Контейнер становится целым и посылается на наземную станцию. Там выполняется декодирование нашего дополнительного кода, и мы убеждаемся, что блок данных от источника пришел неповрежденным. Третий вариант. Базовый код не парирует сбой, контейнер оказывается поврежденным. Процессор вызывает EDAC-ADD, и ему тоже не удается парировать сбой, так как кратный сбой превышает 3. Тут возможны два варианта в зависимости от принятой стратегии передачи данных. Либо контейнер в поврежденном виде посылается на наземную станцию, там выполняется декодирование. Мы убеждаемся, что блок данных от источника был поврежден. Далее поврежденный контейнер снимается с рассмотрения, и анализ источника данных проводят под данным контейнером, принятых неповрежденным. Либо наш дополнительный код сообщает процессору, что произошел сбой в процессе хранения контейнера, и нужно обратиться к источнику данных для их повторной передачи. Ошибочный контейнер в этом случае на наземную станцию не посылается. Таким образом, предложенная схема обеспечивает дополнительную защиту данных телеметрии, которые долгое время находятся в памяти процессора. Либо при сбое высокой кратности, когда проигрывать ошибки не удается, обеспечивает сигнализацию о том, что сбой при хранении произошел, не был исправлен, и данные пришли на наземную станцию в поврежденном виде. Переходим к выбору самого кода EDAG ADD дополнительного. Алгоритм формирования шифрованных контейнеров должен исправлять, по крайней мере, две ошибки в информационном слове данных телеметрии. В этом рекомендуется использовать код, который исправляет одиночную ошибку, обнаруживает двойную ошибку и корректирует двойные несмежные ошибки. Данные коды отличаются высокой скоростью работы и имеют малую избыточность. Они исправляют две смежные ошибки в информационном блоке, но имеют вероятность ошибочной коррекции двойной несмежной ошибки. В более ранних работах уже был проведен анализ известных кодов для 32-разрядной длины информационного блока, и выявлено, что коды NILA и HUYUNA и UNUXURKA наиболее перспективны для применения. Анализ был проведен по таким параметрам, как избыточность кодового слова, число единиц проверочной матрицы, вероятность ошибочной коррекции двукратной несмежной ошибки с учетом преобразующих функций. Вместе со стандартной процедурой скраббинга памяти, эффективно препятствующей появлению двукратных несмежных ошибок в одном слове памяти, более предпочтительным является код с меньшей вероятностью ошибочной коррекции двукратных несмежных ошибок, то есть код HUYUNA и UNUXURKA. Избыточность передаваемых данных по каналу телеметрии в таком случае составит 11,1%. Подведем итоги. Представленная работа направлена на повышение безошибочности телеметрических данных, хранящихся в основной памяти бортового компьютера космического аппарата, до их пересылки через систему телеметрии на наземную станцию. Предлагается формировать из первичной телеметрической информации контейнеры данных, защищаемые эффективным, справляющим по крайней мере две ошибки, корректирующим кодом. Для этой цели предложено использовать код HUYUNA и UNUXURKA. Реализацию формирователя защищенных контейнеров предложено реализовать с помощью аппаратного IP-блока для систем типа СНК. Определен оптимальный размер защищенного контейнера. Отмечено, что представленное техническое решение не вносит неприемлемой избыточности в канальные данные и может быть реализовано для современных космических аппаратов, имеющих достаточно быстрые радиоканалы телеметрии. Предложено совместить обеспечение безопасного хранения телеметрических данных с помощью защищенных контейнеров с организацией телеметрической базы данных временных рядов. Спасибо за внимание!